Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Я рада, что вы заглянули ко мне в гости. Мы начинаем новый влог, а начинаю я его с того, что распределяю продукты, которые купила в магазине и обзор которых был в предыдущем влоге. Ну, так как там эти кадры не поместились, то естественно, что я их перебазировала в этот влог. Ну, отснятый контент все-таки контент, поэтому не хочется его выкидывать в корзину. Ну, по ходу дела я еще убираю посуду, которая была перемыта и почти высохла на душлаке и на подложке, которая у меня имеется на столешнице. А потом я вышла на балкон, чтобы показать вам, какая у нас замечательная погода. Пожалуйста, у меня на заборе сидят голуби, которые зачастили ко мне во двор, чувствуют себя хозяевами, но только тогда, когда Никольки нет по дворе. Солнышко ярко светит, небо голубое, листики зеленые, в общем, весна-весна. А вот и ваша вторая подруга из Баку, Николька, которая передает вам огромный привет. Далее я приступаю к приготовлению обеда, но перед этим хочу себе сразу приготовить на ужин че-пудинг. Использую здесь один банан, нет, половинку банана, нарезаю меленько этот банан, выкладываю в свою любимую чашку, на которую вы тоже стали засматриваться в последнее время. И так как руки походу, знаете, пачкаются, все равно я думаю, да я же буду мыть руки. Ну и пока ты открываешь воду, то хорошо бы и грязную посуду, которая скопилась, тоже помыть заодно. Вот, насыпаю 3 чайные ложки чая-семена, потом выливаю кефир туда, остаток. Я понимаю, что мне его не хватает, а в бутылке все-таки на стенках остается продукт, я наливаю в бутылку воду и хорошенечко взбалтываю и доливаю. Перемешиваю ложечкой, накрываю фолюгой и убираю в холодильник до вечера. А что я так долго засматривалась на бутылку с кефирой, я сначала хотела ее выбросить, потом решила помыть, потому что я решила использовать ее для подкормки цветов. То есть буду там разбалтывать вот эти вот таблеточки, которые я обычно размешиваю в лейке, да, и размешивать как раз в этой бутылке, взбалтывать, будет очень удобно. Ну, по крайней мере, так сначала решила, ну, а потом посмотрим по ходу дела. Если, ну, это приживется у меня по уходу за растениями, значит, бутылка будет там и жить. Если нет, ну, ее всегда можно успеть выбросить. Сейчас нарезаю себе к обеду салат. У меня в салат пойдет морковка натертая, сырая. Я сейчас использую только сырую морковку. Вот бурак, если я использую в салат, то я его варю. Я сырой бурак не очень, а морковку сырую я очень даже люблю. Дальше я буду нарезать огурчик меленько. И у меня там 1 треть авокадо осталось. Тоже пойдет в ход. И еще я в салат буду добавлять салат айсберг. У меня здесь вот полка чина осталась. Отрываю от него 2 листика, от этой половинки. Мне все-таки кажется, что именно листья салата, айсберг, они салатам придают сочность. Сами по себе это листья сочные. И вот их всегда не хватает в салате. Даже если там есть огурец. Огурец, конечно, тоже это обладатель огромного количества жидкости. Но все-таки айсберг делает свое дело в салате. Ну а потом я еще в салат добавлю укроп из заготовок в морозильнике. Немного посолю его и заправлю сметанкой. Ну а на обед у меня будет тот самый куриный супчик, который я варила на 3 дня. Так что сегодня второй день его поедания. Он очень получился вкусный. Поэтому я его с огромным удовольствием ем. Идет очень хорошо. Несмотря на то, что уже тепло, все равно супы идут. Вообще мой организм очень любит супы. Но такая у меня вкуснятина. На самом деле мне не свойственно съедать супы с салатами. В этот раз почему-то уж очень захотелось. Мне приятного аппетита. И всем, кто за столом, тоже приятного аппетита. Пусть пища идет нам на здоровье, приносит огромную пользу и величайшее удовольствие. А дальше будет влог уже следующего дня. У нас утро. Я промыла лицо как следует. При помощи спонжика и этого геля для умывания. Очень хороший гель для чувствительной сухой кожи. Он, знаете, ромашковый. Но тянется такое ощущение, как будто бы сок алоэ. Вот такая текстура интересная гелевая у него. И сейчас буду наносить вот эту яблочную маску-пюре для лица. И еще как раз хочу попробовать вот эти вот патчи, которые я брала. Вот золотые патчи. Гидрогелевые. Так. Они золотого цвета. Я уже вскрывала, смотрела. Думаю, вам тоже... Вот. Ну, само собой, есть лопаточка для доставания. Я не всегда ею пользуюсь, когда так. Так, сейчас я вскрою. Что ты смотришь? Тут ничего твоего нету. Нет ничего твоего. Давай, нагуливай аппетит. Сейчас, секунду. О, вскрыла. Жидкость тут есть, но верхние патчи, такое ощущение, как будто бы без жидкости. То есть оно как бы не до конца-до конца. Ну, не знаю, сейчас посмотрю. Я, в общем, наложу сейчас, покажу вам, хорошо? Вот, как оно будет, так я две взяла. Вот. Такие вот они. Ой, ногти, пардон. Красотулечки. Золотистые. Силу тяжести никто не отменял. И эти патчи с большой скоростью опускаются вниз. Так, я единственное, что сейчас думаю. Я нанесу маску на лицо. Здесь сделаю такой запирающий слой для этих патчей. Может быть, они удержатся на лице. Я поэтому не люблю вот такого плана патчи. Вот мне нравится больше маска на глаза от Гарниер. То, что я ей искала. Ну, увы, сколько я, я уже не помню, да, я вам показывала, сколько она стоит. Сколько я отдала за нее. Я, конечно, больше за этим продуктом не пойду. Хотя, не знаю. Может быть, если просто наложить и полежать. Ну, как-то мне полежать вот сейчас не очень хочется, да, вот. Потому что мне нужно позавтракать. Ну, наверное, оно стоит того. Не знаю. Посмотрим, как оно будет увлажнять подклазное пространство. В общем, сейчас нанесу эту маску, посмотрю. Ну, вот. Смотрите, как сползать. Я наивно предполагала, что нанесение маски мне как-то поможет. Я все-таки пойду полежу, чтобы хотя бы патчи поработали. А потом уже займусь завтраком. Ну, кстати, всем доброе утро. А вы не забыли поухаживать за своим лицом? Нет? Давайте, вставайте. Ну, в смысле, поухаживайте. Не, если вы нежитесь в постели, то, конечно, другое дело. Но если вы уже на ногах, давайте быстренько к зеркалу улыбнулись себе. Сказали, что вы просто самое обаятельное и привлекательное. И все у вас просто замечательно. А с каждым днем все лучше и лучше. Вы быстренько осчастливили свое лицо уходом. И с чувством выполненного долга можете приниматься за остальные домашние тела. Это была мотивация от вашей подруги из Баку. Ну, что я могу сказать? Сняла я. Ну, увлажнение чувствуется. Но мне кажется, что оно так быстро сойдет. Вот, я уже это чувствую, что вот. Ну, зато от масочки есть хорошее ощущение. Вот я сейчас, знаете, про что думаю? Вот эти корейские маски, от того, что у них очень такая, очень тоненький разрез, маленький разрез для глаз, это и хорошо. Потому что маска ложится на область вокруг глаз и играет роль патч и масок для глаз. Ну, все. Я пошла готовить себе завтрак. Так. Что я буду готовить на завтрак, я не знаю. Но сейчас мне нужно поставить, конечно, воду в чайнике. Закипать. Что у меня здесь с водой? Вот здесь как раз у меня на один стакан. Я так всегда и кипячу воду. С утра у меня уже была теплая вода, как я только проснулась. Поэтому вот оно, как раз один стакан. Все замечательно. Это мы вынесем на улицу. Здесь у меня еще две баклажки воды. Мне всего хватит. Чай мы будем с вами заваривать. Наш обычный, который завариваем каждый день. И, возможно, я добавлю еще, знаете, что? Вот эту вот травочку, муравочку. Здесь лаванда и розочки. И еще, конечно, мед. Вот эту ложечку меда. Хорошо, чай-то мы заварим. Что мы будем готовить кушать? Вопрос. Конечно, у нас будет с вами грудь овощи. Это обязательно. Я сейчас нарежу айсберг. По-моему, огурчик я вот уже нарежу. Окей? Завтракаю-то я дома. Что я буду делать дальше, я не знаю. У меня, правда, есть еще обед. Это вот третья тарелочка супа. Завтракаю я точно дома. Вот убегу ли я потом куда-нибудь. Я припоздняюсь уже без 5,8. Ну, я бы не припозднилась, если бы не пришлось лежать с этими патчами. Пришлось лежать. Поэтому я как-то так долго полежала, на самом деле, еще в ютубчике поговорялась. Вот такая я зараза. Нет, что-то я хочу только, знаете, что... А, подождите. У меня еще вот авокадо, который уже дошел. Мы сейчас его отпустим в салатик. Вот сделаю салат такой зеленый. Огурец, авокадо и салатайсберг. Заправлю кунжутом. Добавлю кунжут. Добавлю, ну, чуть-чуть подсолю и растительное масло. Ну что, что мы будем с вами делать, а? Можно, конечно, запечь багеты с сыром в очередной раз. Давайте так и сделаем. Хорошо? Сейчас я быстренько включу духовку. Пока будет разогреваться, я как раз сделаю себе салат. Ну и пока будет разогреваться духовка и готовятся бутерброды, я сделаю себе салат. Все. Че ты там кричишь? Матильда, что случилось? Че такое? На кого гавкаешь ты? Че ты? На кого? На себя? На себя гавкаешь? Че ты? Че такое? Чего? Чего? Матильда? Иди поешь, я тебе кушать положила, ты не ешь. Иди поешь. Все, я пошла готовить завтрак. День начался. Я погоду вам не показываю. Давайте погоду тоже покажу. Подождите, у меня вода сейчас закипит. Я не хочу, чтобы она у меня просто выкипала. Я успею показать вам погоду. Мне показалось, что к вечеру поднялся дождик. Ой, вот сказала, вот сказала. К вечеру ветер поднялся. По-моему, сегодня он тоже должен быть, по идее. Смотрите, у меня здесь все желтое. Пыльца. Пыльца. У меня скоро там вообще все будет желтое. Это так прикольно, особенно когда дворик поливаешь. Вот эти вот ручейки желтые по краям так сходят. Красиво птица разлетает. С ней ветер есть. Да, особо не погуляешь. Слушайте, а может быть мы с вами поедем сегодня в какой-нибудь магазин домашней утвари. Ой, никакая вода осталась. Вчера я не вылила. Здесь у меня для еды, для воды у нее есть такие глиняные. Пыльца. Я хочу показать вам мою невестушку. Посмотрите, она с каждым днем все краше и краше. Ой, ну не красота ли, а? Ну не красота ли? С ума сойти, как она меня радует. Вы знаете, вот именно ради нее я всегда выхожу на балкон, чтобы посмотреть, какая она у меня красивая в этом году особенно. Нет, у меня еще и та... Ой, подождите. Давайте так, справедливости ради. Меня же не только эта ромашка радует, в конце концов. Ах, они еще не раскрылись. Ну, в смысле, еще рано для них. Но они тоже так красиво раскрываются. Ну ладно. Идемте, давайте сделаем завтрак. Я уже есть хочу. Вот, я про что. Я думаю, может быть, мы с вами давайте сходим в магазин домашней утвари. Или еще что-нибудь придумаем. Все, закипело. Завариваем чай. Атмосферу подогнали. И пока у меня запекается багет с сыром, я хочу вот сейчас вот этот вот салатик поесть. Ну, это хорошо. Сначала салат, а потом, чтобы тяжелее. Вот. Так что, пока я его буду есть. Потому что я, на самом деле, уже голодна. Пока буду есть, само собой, багет там приготовится, сыр расплавится. Ну, в общем, бутерброды, точнее, мои, приготовятся. Вот. Ну, и здесь у меня вот ложка. Это вы у меня на подзарядке. Меньше чайной ложечки меда. И чай вот настаивается с лавандой и с розочкой. Вот. Мне приятного аппетита. Всем, кто за столом, тоже приятного аппетита. Пусть пища идет нам на здоровье, приносит огромную пользу и величайшее удовольствие. Мы сейчас с ней в поле пойдем отправимся на прогулку. Правда, я свою вот эту четырехлаповую подругу не посвящала в свои планы, в наши планы. Мне кажется, она не будет против. Вот. И так как у нас солнце сейчас... Ваша подруга ищет себе место под солнцем. Нашла. Смешная, не могу. Так как сейчас, естественно, солнце активное, я аж прям чувствую, что у меня лицо, знаете, так оно так прям подсыхает. Ну, то есть от солнечных лучей. То есть я как-то сейчас, знаете, припозднилась тем, чтобы обезопасить, да, свое лицо. Ну, защитить его. Вот. И так как мы с вами вчера вместе покупали вот этот вот SPF 50, это стикер, крем-стикер. Вот. Оказывается, он сейчас пользуется успехом, слушайте, в смысле популярностью. Вы мне знаете, что скажете? Вы вообще когда-нибудь пользовались этим? Я не знаю. Я на свой страх и риск купила вот это вот. Буду ли я жалеть о тех деньгах, которые я вложила в это средство? Не знаю. Я хочу с вами попробовать. Ну, судя по формату, конечно, нанесение будет очень удобным. Не знаю, на всех ли частях лица, но по идее, то, что ты не дотрагиваешься до крема непосредственно, это уже, наверное, хорошо. Но когда она мне наносила пробник на руку, она сказала, что вы не переживайте, липкого эффекта не будет. Он типа расползется, рассеется. Ну, идя до дома, я чувствовала, что эффект липкости присутствует. Поэтому, что я делаю сейчас? Я сейчас экспериментирую вместе с вами. Я буду наносить этот крем. Вот. Ну, дам ему возможность немного пропитаться, а потом уже буду наносить макияж, так как мы идем на прогулку. Я понимаю, что здесь, наверное, это будет удобно. А вот будет ли удобно это здесь? Ну, сейчас посмотрим. Там... Скажу вам честно. Ну, я думаю, что если приноровиться, то можно, скорее всего. Потому что я как бы вместе с вами сейчас первый раз использую это средство. Наверное, как все любые крема с высоким SPF, этот крем также будет придавать сияние коже лица. Ну, сделаю вот так вот. Конечно, липко. Что будет дальше, не знаю, честное слово. Ну, посмотрим. Пойдем погуляем. В смысле, либо на улице скажу, что я чувствую, либо придя домой, я вам расскажу, что я думаю по этому поводу. Ну, конечно, мне будет очень обидно, если я действительно выбросила эти деньги. Сколько она там стоила? 20? Чем там она? Так как у меня есть пигментное пятнышко, и, скорее всего, будут еще появляться на лице пигментные пятна. Но, во-первых, это еще и возрастное. Поэтому, само собой, правильным было бы это защищать кожу лица, да. Но я иногда пренебрегаю этим. Вот когда я пренебрегаю, я вся покрываюсь в веснушках. Я вообще веснушечки-то, если что. Как приходит весна, я моментально вся высыпаю веснушками. Ну, вот. Так, сейчас я подожду, чтобы крем впитался, а потом буду заниматься нанесением макияжа. Ну, как всегда у меня будет моя любимая палетка, в которой вы делаете комплименты. Спасибо вам большое. Кто-то даже за ней уже тоже гонялся. Фаррес, если есть у вас, то обязательно не пожалеете. Пигментация супер на уровне. Держится на лице в течение дня. Ну, я как бы не только постоянное лицо, естественно. И, честно говоря, на подушках не валяюсь на одном боку, на другом боку, но чтобы у меня с лица все это сошло. А так, в общем-то, нигде не скатывается, нигде не забивается, я не знаю, в морщинки. Ну, то есть себя никак плохим способом не проявляет. Ну, естественно, карандаш для бровей. Естественно, что это будет у меня тушь. Тушь это от Everline, это Big Volume. Сам продукт хороший. Я не дружу с этой кисточкой. У меня постоянно отпечатывается продукт на верхнем веке. Мне это мешает, скажу вам честно. Ну, то есть, внешне, конечно, конечно, внешне. Для контуринга, для высветления, точнее, определенных зон вот этот от Everline Wonder Matchet наношу я. Никак он у меня не закончится. Ну, по-моему, уже вот здесь вот она, вот, с помощью спонжика. Вот, и нанесу помаду. И помада, это тоже будет у меня Everline, это 12 номер. У меня закончился Everline 10 номер. Это замечательный оттенок лично для меня. И он вот в холодное время года смотрится очень хорошо. Он теплый, под мои теплого цвета глаза, под мои теплого цвета волосы. Вот 10 номер очень хорошо. Ну, так как это все-таки... Ну, сколько она стоила, я уже не помню. Ну, вы понимаете, у меня помад очень много. Я думаю, если ты сейчас возьмешь 10 номер, то у тебя опять заливается вот это все, вся моя косметичка. А я вам тогда, когда разбирала косметику, обещала, что я сначала все добью, все, что у меня здесь есть, да, по максимуму, с учетом срока годности. А потом уже буду докупать. Но я, конечно, буду помнить, что Everline 10 номер, один из моих фаворитов. Вот. Сегодня наношу 12. Ну, тем более у меня здесь розовая. Розовая эта помада, видите, вот. Ну, как раз вот под мои цветы, которые под курткой все равно не будут видны. А куртку я одену по той причине, что на улице ветер, и я выходила, я смотрела все-таки прохватно. Поэтому, несмотря на то, что мы выйдем тогда, когда уже даже будет солнце наверху, на самом почти, все равно я не думаю, что будет тепло. Ну, посмотрим. Будет жарко, разденьте, снимем куртку. У меня есть еще от Биодерма, вот это СПФ 50. Ну, я пока тестирую. Нет, он не впитывается. Не впитывается. Хотя она сказала, что будет впитываться. Я уже, честно говоря, расстроилась. Может быть, его нужно размазать вот так вот. Но он не впитывается. Может быть, нужно подождать. Нет, по-любому, вот как я и говорю, что все вот эти кремы с СПФ, они обладают таким вот, не только сияние дают коже, да, а еще они обладают, обладают вот таким вот липким эффектом. По-моему, да. Ну, есть ощущение, есть ощущение пленки на лице. Ладно, я пошла мыть руки и уже ждать не буду, я буду наносить макияж. В общем, в Биодерму можно потом. Ну, это канальник с СПФ 50. Даже руки сейчас промылись очень сложно. В общем, я приступаю к нанесению макияжа. Вот. Включу на ускоренное. Включу музычку. И если к этому времени назреет какой-то вопрос, значит, наверное, буду на него отвечать. Так удобно. Знаете, я делаю контент благодаря вашим вопросам. Все, я поехала. Вопрос не заставил себя долго ждать. Другие, как побороть возрастную бессонницу, как справиться с тревогой. И дальше идут очень приятные слова. Спасибо вам огромное и за поддержку, и за вопросы, которыми вы делаете мне контент. Я не психолог и не эксперт в этой области, поэтому дать определенных рекомендаций не могу. Но могу просто рассказать, как я справилась с проблемами, которые у меня были, с похожими проблемами. Потеря родных и некоторые трудности в жизни, естественно, что наложили отпечаток на мое психическое состояние. А точнее, скажу так, на мой спокойный сон. Я не могу утверждать, что с процессом засыпания у меня были проблемы. Это было в редких случаях, когда я непосредственно перед сном переживала какие-то эмоции. Я еще забыла сказать вам про эти румяна от Диваж, которые я в последнее время обязательно наношу на лицо, на щечки. Теперь не на щечки, теперь на сон. Ну вот то, что я почти каждую ночь просыпалась от ужаса снов и вскрикивая «мама, мама», то есть о том очень долго приходила в себя, а иногда просто не могла заснуть, мне это понятное дело, что несло такой накопительный эффект. И я вам должна сказать, что длилось это на протяжении 20 лет. И только в последнее время я научилась бороться с этим состоянием, у меня улучшился намного сон, я стала намного спокойней. А что мне помогло? Я увеличила суточную активность в течение дня, и по возможности я завершаю свой день прогулкой на свежем воздухе. Обязательное проветривание помещения перед сном, а если погода позволяет, то сплю с открытой форточкой всю ночь. Поначалу я старалась ложиться в одно и то же время, я заставляла себя это делать. Сейчас у меня биологические часы сами включаются, я уже к 10 часам хочу спать, то есть я уже к 10 часам ложусь в кровать, иногда бывает даже я ложусь раньше. И до 11 я точно засыпаю и не позволяю себе спать днем. Как бы мне днем не хотелось уснуть, как бы у меня веки не тяжелели, я не разрешала этого делать. Очень важное значение для меня имеет часы последнего приема пищи и его калорийность. Я стараюсь есть до 6 и что-то очень легкое. И за час до сна никакой информации из интернета. Я могу включить расслабляющую музыку или аудиокнигу и просто под нее засыпать. Мне это очень помогло. Это мой способ борьбы с бессонницей и тревогой. И еще раз хочу сказать, я не психолог, и то, о чем я сейчас говорила, это не руководство к действию. Это мой личный опыт. Скажем так, макияж на мне обычный совершенно, а вот ощущение кожи необычное, неприятное. Пока так, но я потерплю, может быть, что-то изменится. Пошли гулять, пошли гулять. Пошли гулять. Гулять пошли. Давай одевайся. Давай спускайся быстро. Я балдею. Там девушка, значит, в такой классической одежде строгой, да? И парень, ну парень так, более-менее, они так катаются на этих самокатах. Пошли, Николь. Ну, здрасте, здрасте. Иди сюда. Нет, ну они так классно смотрятся. Она, значит, в такой строгой юбке в пиджаке. Ну, он так одет на легкие, ладно. А у нее еще такая классическая сумка. И они на самокатах. Ну, хорошо, ну. Они здесь в парке катаются. А Николька на них. Ну, Николь. Бессовестная. А у меня, как всегда, я собиралась выйти в одном, вышла в другом. А слушайте, смотрю, так тепло. Думаю, нет, давай так, опять оделай этот свой худи и это. И все. И пошли мы. Тепло. На Никольке. На Никольке футболка. Гуляем. Пол дороги прошли. Пойдем домой, Тихтих. Я, знаете, что хочу сказать по поводу вот этого самого стикера крема, да, SPF. На самом деле, он сейчас, я чувствую, что впитался. И уже нет вот этого состояния липкости. Нет, я чувствую на лице такой бархатистый слой. Будем надеяться защиты. Скорее всего, знаете, его нужно нанести, ну, например, пока завтракаете, пусть он впитывается, а после завтрака уже можно наносить макияж. Ну, я поторопилась, понимаете, я вот после завтрака, я наносила, ну, потому что я лежала в маске. Нет, я лежала в маске, да, и потом пошла завтракать, а потом только стала его наносить, а потом макияж. Нет, лучше все-таки сначала его нанести, походить минут 20, может быть, даже 30 с ним. Вот пусть он конкретно пропитается, впитается, точнее, пропитает кожу, а потом уже можно наносить макияж. Ну, вот я постараюсь еще дать ему такой шанс и посмотрим. Ну, то есть, например, завтра, допустим, да, я так его использую. Ну, уже точно скажу вам потом, как оно получается хорошо. Вот так вроде ничего, вот я сейчас хожу-то в себя, трогаю. Нет, есть, конечно, ощущение, да, крем на лице, но мне кажется, такое ощущение было бы, наверное, почти от любого крема. Ну, Кость, иди сюда. А тем более, когда это защита, она же создает пленку. Создает пленку, даже, например, крем для рук, который именно защита, не питание, там, не увлажнение, а именно защита, тоже создает пленку. И на руках это чувствуется. Ну, не знаю, как у вас, у меня точно. Чи такая мутная. Наверное, я опять экран не протерла. Блогер. Да нет, солнечные лучи. Видите как. Идем, возвращаемся домой. Сейчас я буду пить кофеек. Вот, мой любимый кофе-тайм. Сейчас уже без 25.11. Надеюсь, что мы к 11 придем на успеху и будем разваривать кофе. Я хотела сначала выйти на улицу, посидеть на балкончике, кофе попить. Кофе завариваю я. И так подумала, что нет, все-таки ветер, а сейчас вот сосен, вот эта пыльца сходит. У меня даже, вот видите, стол. Вот такой вот. Стоит окно открыть, и все уже, все вокруг у меня вот такое вот желтое. Вот, поэтому я решила все-таки я, ну, как бы кофе поглощать с этой пыльцой не очень хочется. Но она где-то будет сыпаться, наверное, неделю, скорее всего. Вот, я подумала, что, ну, как-то можно и без пыльцы кофе попить. Будет даже очень, по-моему, замечательно. Кстати, нужно было в кофе, знаете, что добавить? Можно же было добавить ванильку. Давайте, пока не поздно. Вот эту вот ванильку. Секунду. Так, вот так вот, немножко вот так вот. Ой, сам потеку, в рот не попало. И опять этой ложечкой помешаем. Вот так. Пусть чуток в ванильке будет. Ой, простите, простите, простите. Главное, чтобы кофе не закипел. Вот перед тем, как кофе приготавливается, его бы нехорошо мешать. А я сейчас, видите, ванильку размешала и убила пенку. То есть у меня пенки не будет. Видите, она такая, если и будет, то слабая. Не так, как я люблю. Но ничего страшного. Сейчас мы с вами выберем штук кофе. Ну, во-первых, это обязательно сливки. Чуть не могу я кофе без сливок пить. Вот. Ну, там совсем чуть-чуть, я не знаю. У меня все уже закончилось. Пачка, выбросим ее. Так, и знаете, что подумала? Я подумала, что может быть... Вот мы с вами брали в этом белорусском вот эти хлебцы рожаные. Ну, кофе, между прочим, очень даже ничего так закусон. Высокое содержание пищевых волокон. Рекомендовано для диетического, профилактического питания. Ну, здесь, по крайней мере, я не знаю, добавлено или не добавлено, но есть маслины, петрушка, сыр, что-то еще. Вообще, состав я не читала. У меня тут это чайник. Я поставила воду для термоса. У меня сейчас вода закончилась в термосе. Вода должна быть обязательно у меня. Тем более, я сейчас кофе выпью, и надо обязательно пить воду. Я хочу понять состав. А, вот, состав. Сейчас через камеру буду читать. Ничего не вижу. Мука ржаная, обойная, хлебопекарная, мука пшеничная, отруби пшеничной, соль иодированная. Содержит ее даткалия, агент, и, в общем, короче, может содержать следы гречки. Расчетное содержание клетчатки. В общем, вроде нет, никаких добавок больше нет. Вроде состав нормальный, слушайте. Да? Сейчас вскроем, попробуем. У меня свеча горит. А как же? Если я на кухне, то должна гореть свеча. Так, здесь можно выключить. Что? А, уже все. Уже я сейчас заполню. Этот термос, мне главное не забыть, а то я уйду в разговор с вами, и все на свете забуду. Так. Нам нужна горячая вода. Почти ровно всегда у меня как-то под расчет получается. Так что я в чайник наливаю столько воды, сколько идет сюда, в термос. Вот. И знаете, как у меня просыпался ванилин, а то, что здесь тепло, я же здесь сейчас кофе заваривала, ванилин источает свой аромат. Я пока не буду его убирать. Пусть источает аромат. Плюс еще к тому же в кофе есть этот аромат. Ну, вот такие вот подушечки, видите? Вот. Самые обычные, наверное, отрубные. Ну, да. Такие темненькие. Очень даже приятно. Кстати говоря, мы же с вами в Азии брали вот этот вот сыр. Вот сейчас он с кофе и с этими хлебцами очень даже пойдет, по-моему, да? Почему нет? Конечно, его, наверное, хорошо... Он дал конденсат. Я надеюсь, что он так не портится. Я, знаете, я его промокну салфеткой, потому что почему-то пачка дала конденсат, сыр дал конденсат. Не знаю. Я, наверное, прежде чем закрыть, сначала проложу там пергаментную бумагу, потом закрою и уберу. А сейчас пока в открытом состоянии, пусть побудет. Вот такой сыр с тыквенными семечками, с кунжутом, с семечками подсолнуха. Вот. Ну, я вот так вот трубочкой сверну. Сыр, кстати, приятный. Сыр очень приятный. Я еще раз вам коробочку покажу. Этот лоток, вот этикетку. Вот такой вот. Я прям рекомендую, очень вкусный. Если вдруг это у нас будет конец влога, то я очень рада, что вы это время провели со мной. Желаю вам крепкого здоровья, всех благ, мир вашему дому. Пусть все у вас будет хорошо, а с каждым днем все лучше и лучше. С вами были ваши подруги из Вакуума. Други я и где-то там. Распластов в пузо на теплом полу Николь. Все. Пока-пока.